Добрый день, это программа Парадокс, в эфире Степан Демура. Телефон студии 6510996, код города 495. Звоните, также можете задавать свои вопросы по электронной почте, адрес finam.fm. У нас в гостях сегодня Андрей Леонидович Андреев, доктор философских наук, завкафедра истории и философии в ГИК. Добрый день, Андрей Леонидович. Добрый день. Спасибо, что пришли. И тема нашей передачи — это элита. Что такое элита? Есть ли в России элита, и как ее можно вырастить, воспитать, либо поменять, уничтожить? В истории такие примеры встречаются. Я вот пошел в источник всемирных знаний, в Википедию именно, и набрал там слово «элита». Вот что она мне выдала. Элита в социологии и политологии — неотъемлемая и важная часть любого социума. Осуществляет функции управления социумом, а также выработки новых моделей, стереотипов поведения, позволяющих социуму приспосабливаться к изменяющемуся окружению. И к определению элиты есть два подхода. Это аксиологический, ценностный подход, базируется на исходном смысле понятия элита, то есть лучшее. Подразумевается, что входящий в элиту индивидуум обладает более высоким интеллектом, талантом, способностью, компетентностью, бла-бла-бла. Второй — альтиметрический подход. Оценивает принадлежность к элите по факту обладания индивидууми, реальной властью и влиянием без жесткой привязки к их интеллекту и морально-этическим качествам. Вот вы как специалист, информация соответствует действительности такие определения? В общем, соответствует, конечно. Хотя социологи больше употребляют понятия, ну не только социологи и политологи больше употребляют понятия элита во втором смысле. То есть это та часть общества, которая занимает властные позиции и способна принимать и осуществлять, проводить в жизнь стратегические решения, касающиеся образа жизни и развития этого общества. Но хотя, как бы мы не определяли элиту, и как бы она формально это понятие не использовала в социологических исследованиях, все равно второй смысл он тоже просвечивает. То есть люди ждут, что да, кто-то там занимает позиции наверху, но хорошо бы, чтобы это были лучшие. А здесь нет такого логического противоречия, что если это люди, не обладающие высоким интеллектом, талантом и способностями, то они просто не смогут выработать новые модели в ответ на меняющуюся обстановку. Ну, вы знаете, нет. Здесь, я думаю, ситуация сложнее. Потому что носителями моделей поведения, ну и образа жизни могут быть отнюдь не самые креативные слои. Это могут быть группы совершенно, так сказать, тривиальные по своим качествам. Ведь какой-то образ жизни есть в самых разных социальных слоях. И, в общем-то, эта модель вырабатывается. Есть, к сожалению, понятие «отрицательный отбор». Это тоже понятие, которое работает. То есть в элиту попадают не лучшие. А, в общем, попадают с точки зрения общества не самые хорошие, так скажем, люди. Я не хочу сказать, что худшие. Безусловно, для того, чтобы оказаться наверху, требуются определенные качества. Но те ли это качества, которые нужны обществу, которые позволяют элите осуществлять свои лидирующие функции, плодотворно осуществлять свои лидирующие функции. Вот это вот вопрос. А вот очень такой интересный вопрос подняли о системе «отрицательного отбора». А на ваш взгляд, «отрицательный отбор» — это естественная функция социума? Или, скажем так, это нечто насаждаемое? Ну, я не думаю, чтобы это... Это может, конечно, насаждаться, но в большинстве случаев ситуация просто производна от той системы отношений, которая в обществе установилась. Нельзя сказать, что кто-то старается выдвигать людей похуже. Но так получается, так получается, получается, потому что на первый план при выдвижении выдвигаются какие-то такие обстоятельства и такие критерии, которые, в общем, не связаны ни с креативностью, ни с интеллектом. Ну, например, критерий преданности, да, преданности какому-то клану. Вот, значит, вот только один критерий, но могут быть и другие. То есть прям этимология зла, получается. К сожалению, да, ситуация в обществе бывает очень сложной. И зло там действительно тоже присутствует. Ну, в любых обществах оно присутствует, хотя и в разных пропорциях. Ну, а скажите, пасты, вот в российской элите кто вообще эти люди? Вот на ваш взгляд, как социолога? Ну, и носителем, скажем так, какой идеологией они являются? Конечно, в элите существуют разные фракции. Есть совершенно очевидное противоречие между теми группами, которые, ну, так сказать, поднялись на волне, ну, скажем так, западнических увлечений. Как правило, это финансово-экономические круги. С другой стороны, есть люди, которые не утратили, ну, традиционный для России такой государственно-патриотический смысл. И отношения между ними довольно сложно складываются. Хотя, конечно, общество не все знает, безусловно, но из средств массовой информации кое-что, конечно, тоже просачивается. А вот эти вот отношения, или, скажем так, противоречия между этими группировками, на ваш взгляд, они носят такой формальный характер, и у них есть какая-то объединяющая идея? Или это такие фундаментальные противоречия, которые могут привести к расколу? Ну, в общем, мне кажется, что некоторый раскол, конечно, есть. Противоречия носят достаточно фундаментальный характер. Это противоречия, с одной стороны, это мировоззренческие противоречия. С другой стороны, на почве интересов компромисс возможен. Когда речь идет о контроле над, допустим, финансовыми потоками или какими-то позициями, здесь могут быть договоренности, здесь могут быть найдены какие-то общие решения. Но мировоззренческие различия достаточно сильные. И, правда, возникли они не вчера. Известно, что России этот раскол в обществе, он уже на протяжении, ну, я не знаю, 150-200 лет существует. А выход есть из этого раскола или нет, на ваш взгляд? И что должно поменяться, чтобы в следующий раз, скажем, наш президент на вопрос, когда будем жить лучше, мог ответить нечто более-менее внятное и утвердительное? Ну, я должен сказать, что поменяться должна элита. К сожалению, вот мы проводили много социологических исследований. Я имею в виду, и я участвовал в исследованиях Института социологии, Российской академии наук, других исследовательских центров. И один из вопросов, который часто задается респондентам, это вопрос о том, что важно для того, чтобы Россия успешно развивалась и, в конце концов, она совершила тот самый рывок, о котором мы тут все мечтаем. Только по-разному его понимаем. И вы знаете, большинство, в общем, я понимаю, почему большинство выдвигает на первый план правовую проблематику. Все должны быть равны перед законом. Проблематика социальной справедливости тоже очень важна. Есть такая позиция качества элиты. Вот, к сожалению, в обществе сознание того, что элита должна быть действительно высокого качества, не распространено. Примерно процентов 7-8 только считает эту позицию важной. А что значит качество элиты? Как вот люди это воспринимают и какой смысл они вкладывают в это понятие? Креативность, интеллект и моральные качества. То есть это акселогическое. И, конечно, идентичность. То есть элита должна идентифицировать себя с Россией, с ее будущим, а вовсе не с финансовой системой, которая функционирует где-то там вне России. Ага, продолжать, простой, если вас прервал. Нет, значит, вот эта проблема действительно важная. И на самом деле все исторические срывы и неудачи, которые постигли Россию за последние там 100 и 100 с чем-то лет, они были связаны вот именно с этим фактором элиты. Ну, возьмите, например, 17-й год. На самом деле в течение довольно долгого времени в России была достаточно серьезная, серьезный слой, который имел доступ к государственной власти. Мы называем его ответственный класс. Значит, можно давать ему другие определения. Можно говорить о том, что это было там дворянство. На самом деле не только дворянство. Это был... Дворянство составляло ядро этого правящего класса, но не только дворянство. Вот, к сожалению, где-то к концу 19-го века эта социальная группа стала утрачивать многие свои качества. Прежде всего, вот то качество, которое Лев Николаевич Гумилёв называл пассионарностью. И в результате этого произошли известные события 17-го года. Вспомните, что говорил Николай II. Он записывает в своем дневнике, что вокруг нет людей, на которых можно опереться. Нет таких людей. Отдельные люди появлялись, например, Столыпин, но... Значит, я помню, сыну говорил, что такое ощущение после Крымской войны, что мы с тобой вдвоем не воруем. Да. Да, к сожалению, это так. Вот. Отчасти подъем, который происходил в нашей стране в 30-е и 40-е годы, был связан с тем, что удалось выдвинуть вперед людей новой формации. Ну, кстати говоря, как новой формации? Туда вошли и многие представители 2-го, 3-го, 4-го эшелонов той самой социальной элиты, которая существовала до революции. Это же не секрет, что и многие генералы были бывшими офицерами царской армии, даже белыми офицерами. Вот. Техническая элита, конечно, вся получала образование еще в императорских политехнических институтах. Но, к сожалению, запас прочности этой элиты оказался тоже не очень большим. Андрей, мы должны прорываться на новостной перерыв. Продолжим потом, да. Мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». У нас в гостях Андрей Леонидович Андреев, доктор философских наук, завкафедра истории, философии в ГИК. Обсуждаем мы, что такое элита, как она живет, развивается и умирает. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте. Это Александр из Владивостока. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. У меня вопрос немножечко не по теме программы. Просто я уже много раз обращался, в том числе и на сайте, с просьбой дать возможность мне связаться с Михаилом Хазиным. Вот. Так как вы, ну, хотя бы работаете вместе и знаете, то, может быть... Ну, у него есть сайт, у него есть сайт, называется worldcrisis.ru. Просто напишите на сайт, да и все. И я думаю, что он с вами свяжется. Так вот, вы говорили об элите, о царской элите. Все-таки я хотел бы вернуться к своему вопросу. Все-таки, ведь если элита не есть, скажем так, нечто лучшее в смысле морали и интеллекта, то она же ведь не сможет адекватно изменить поведение и адекватно отреагировать на изменяющиеся условия. И произойдет, как учит нас марксист, вернее, учил, что там, когда производственные силы не соответствуют производственным отношениям, меняются производственные отношения. Ну, так оно и происходит на самом деле. Вот я продолжаю свою мысль, значит, о советской элите. Действительно, удалось за короткий срок выдвинулось целое поколение очень молодых, энергичных, способных людей. Но... Извините, вас перебиваю, но при этом, так сказать, большевистская элита была зачищена в ноль. Да, но она была зачищена именно... Была неспособна. Нет, мы не можем, конечно, одобрять те методы, которыми это делалось. Хотя, в общем, это были революционные методы, они с двух сторон применялись. И победа одной, скажем, другой стороны, на мой взгляд, привела бы к такому же результату. Но эта элита ушла именно потому, что она не чувствовала биения времени, она не понимала, как нужно вести вперед страну. Но, к сожалению, те люди, которые выдвинулись в 30-е, в начале 40-х годов, эти люди находились у власти, ну, вплоть до конца 70-х, начала 80-х. И здесь начался такой специфический феномен старения элиты. Она стала... Старение не только в физиологическом смысле, хотя мы помним советскую геронтократию очень хорошо, но старение именно в смысле понимания действительности. Мир уходил вперед, а эти люди оставались на позициях, так сказать, привычного. И здесь такую довольно негативную роль сыграл технократизм советской элиты. К сожалению, у нас выдвигались вперед прежде всего люди из промышленности, меньше из сельского хозяйства. И лишь на вторых, на третьих ролях в качестве советников можно было встретить людей, которые занимаются историей, социальными, политическими проблемами. Так вот, что произошло? Произошло то, что эту элиту переиграли более динамичные западные элиты. В то время, как мы мыслили чисто, так сказать, такими категориями эпохи индустриализма, что для того, чтобы страна процветала, для того, чтобы она занимала позиции в мире, нужно, чтобы было много машин. Для того, чтобы обслуживать эти машины, нужно много инженеров. У нас действительно были в этом отношении очень большие заделы и большие успехи. Но, скажем, все мы знаем про достижения нашей советской математики или о том, каких программистов у нас готовили. Не буду эти широко известные факты повторять. Но, ведь что произошло? Оказывается, для того, чтобы победить, вовсе не нужно было переиграть Советский Союз по качеству вооружения или по качеству инженерных разработок. Можно было применить социальные технологии. И эти социальные технологии были применены. В результате страна, вы знаете, какая судьба ее постигла. А какие социальные технологии применялись? — Сейчас я скажу. А, значит, вот те люди, которых прекрасно подготовили в физико-техническом, в МИФИ, на физическом факультете МГУ, на МИХМАТе, они все оказались за границей. Да, они все оказались за границей. Не нужно, так сказать, соревноваться в качестве образования. Можно развалить и забрать этих людей. Что и получилось. А социальные технологии очень простые. Это, конечно, пропаганда. Пропаганда образа жизни. Это навязывание определенной идеологии. Это, вообще говоря, отслеживание психологических качеств лидеров. Такая работа ведется. Каждый человек, вот так сказать, на него существует определенное досье, и можно манипулировать. И мы видели, как это вот все делается, как это все работает. Так что, вот, качество элиты оказалось у нас, она оказалась не такой конкурентоспособной, как элиты стран, противостоящих Советскому Союзу. И вот результат. Нам надо эту ошибку не повторить. Но я не уверен, что она не повторяется. Я только хотел вас спросить, а если сравнить качество элиты позднего строительства социализма и сегодняшнюю элиту, папочка есть на каждом. Управлять, в принципе, можно каждым. Да, и кроме того, вы знаете, в свое время, правда, я должен сказать, что это не последние данные. Это исследование проводилось где-то в 2004 или в 2005 году. Значит, проводился такой опрос о том, как россияне воспринимают качество российской бюрократии. Ну, потому что бюрократия на самом деле и выполняет волю элиту и частично входит в эту элиту в высших своих эшелонах. Так вот, был у нас такой вопрос. Сравнить по ряду параметров советскую номенклатуру современного российского чиновника и чиновника европейского. Ну, на первом месте оказался, конечно, европейский чиновник. Потому что их мало кто знает. Да, ну, мало кто знает, но, тем не менее, из печати, в общем, определенный образ кристаллизуется, да. И страшный проигрыш современной бюрократии российской по сравнению с советской номенклатурой. Фактически ни одной серьезной позиции не было, по которой вот современная российская бюрократия была бы оценена выше советской. С одной стороны, по моральным качествам, но тут вообще говорить нечего. Патриотизм, там, допустим, честность. Конечно, в советское время тоже всякое было. Мы помним эти все громкие дела, но, тем не менее... Но их было там раз-два и общался. Да, но это были, так сказать, единицы, это были громкие случаи. Вот. Ну, и даже с точки зрения профессионализма, профессиональных качеств, население оценивает современную российскую элиту ниже. И это, конечно, тревожный очень сигнал. Ну, ведь это же просто говорит о качестве управления, по большому счету. Конечно. И, наверное, это как раз результат отрицательного отбора, о котором мы говорили. Безусловно. Да, вопрос возникает. А, собственно, до какой поры может идти отрицательный отбор? В том смысле, что это же может продолжаться до определенной точки, когда система просто теряет управление. И она может существовать только если ничего не меняется. Но такого в жизни не бывает. То есть вопрос в следующем. Когда произойдет у нас смена элит, на ваш взгляд? Это очень сложный вопрос. Потому что смена элит — это целый механизм подготовки новых поколений. Если посмотреть на то, что у нас происходит сегодня в образовании, я вообще очень пессимистично смотрю на будущее. Тут, конечно, есть отдельные люди талантливые. И я их знаю. И я их знаю из государственного аппарата. Молодые люди сравнительно. Но большинство... Но дело в том, что таких людей довольно мало. Это значит, что и конкуренция, в общем-то, не очень велика. Ну, знаете, есть пословица. На безрыбье и рак рыба, да? Значит, когда людей мало, они, так сказать, на расхват. Но если посмотреть, допустим, уровень социальных, гуманитарных компетенций, которые дает современная школа и даже вуз, то, к сожалению, ситуация очень представляется не очень хорошей. Причем можно даже примерно зафиксировать точку, когда произошел этот перелом. Это примерно 2003, 2004, 2002, может быть. То есть, это когда сменились поколения. Когда, так сказать, вот в институты стали поступать люди, которые закончили уже не советскую школу, а школу 90-х годов. Вот тут просто по многим позициям мы смотрели по эрудиции. Просто предлагали респондентам ответить на вопрос кратко, кем были там, допустим, те или иные персонажи, достаточно известные из истории культуры, истории науки. И если мы, скажем, в более ранних опросах получали очень хорошие цифры, в общем, люди знали, кто такой Королев Сергей Павлович, кто такой там, я не знаю, маршал Баграмян там или кто-нибудь еще, то вот после обозначенного мной рубежа эти цифры где-то на 20% сразу просели. Вот прямо вот в одночасье просели. И сегодня мы вот, ну, я уж не буду говорить про такие смешные, немножко скандальные случаи, которые вот сейчас нашумел с Миссис Россия, да? Но ведь такие Миссис Россия, это же, так сказать, не единичный пример. Их миллионы. Ну, там вопрос дается, хорошо, неужели, скажем так, ну, наша элита, будем условно так называть, не понимает, что система образования очень важна, зачем же ее уничтожать дальше? Это делать специально или по недоумию, на ваш взгляд? Я думаю, что, наверное, все-таки, конечно, не специально, не будем такие уж выводы делать. Ну, это же еще хуже, знаете, простота хуже воровства. Да, я думаю, что здесь все-таки сказывается то обстоятельство, что нынешние элиты, они очень все-таки испытали сильное влияние, сильное внешнее влияние. Они, в общем, ну, не секрет, что огромное количество зарубежных советников было у нас в 90-е годы. Старались более или менее перспективных людей дать им там какую-нибудь стажировку за границей. Вот эти вот влияния, они оказывают, вот сегодня они, так сказать, они сегодня дают свои плоды. На самом деле ведь что получается? На самом деле пытаются скопировать те системы, которые работают за рубежом. Но, между прочим, я хочу обратить ваше внимание, тут в интернете появилась интересная книга «Классная Америка». Вот, я сейчас не помню автора, это на самом деле учитель, который работал в американских школах, колледжах разных, от, так сказать, элитных до самых-самых простых. Я учил в Чикагском университете, я знаю, что это за ужас. Ну да, и вы знаете, это, конечно, нечто. Но, понимаете, конечно, элита, американская, в частности, элита, она понимает, она не может справиться с этой проблемой. Значит, что нужно сделать? Надо опустить конкурентов. И отсюда идут, так сказать, разные советы о том, что вот у вас не так детей воспитывают, у вас не так они учатся. Значит, мы не дадим вам международный сертификат, а это сейчас важно, если вы не выполните те или иные условия. И в результате получаются такие... Вынужден вас перерывать, мы уходим на новостной перерыв. Да. Оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире, это программа «Парадокс». У нас в гостях Андрей Леонидович Андреев, доктор философских наук, завкафедра истории и философии ГИК. Рассуждаем мы об элите. Дан Глебнич, пожалуйста, продолжайте. Ну, в общем, ситуация, как я уже говорил, достаточно сложная. И попытки скопировать зарубежную систему образования, они приводят к негативным результатам, потому что все-таки у каждого народа есть свой менталитет, и никак невозможно всех подогнать под одну гребенку. Поэтому те или иные технологии, которые могут давать успех, достаточно хорошие результаты в какой-то другой стране, у нас таких результатов не дают. И надо сказать, что всегда наша система ориентировалась именно на вот эти психологические и культурные особенности нашего населения. И тогда она давала результаты. Сейчас, к сожалению, есть вот такое увлечение. Отчасти оно связано с тем, что нам пытаются диктовать определенные правила игры. Происходит интеграция глобальная. Ну, вот, например, ВТО. Да, Россия вступила в ВТО. Значит, точно так же она вступила в Болонский процесс. Ну, вот я, например, ВТО почувствовал уже, покупая машину. Значит, 5% стоимости надо заплатить за утилизацию автомобиля. Скажем, Лада Калин – это, ну, где-то там 20 тысяч рублей. А если вы покупаете крутой джип, это 150-200 тысяч рублей. Ну, и точно так же вот такая вот цена, которую мы вынуждены платить и за интеграцию в Болонский процесс, и вот за неправильную, я считаю, политику в плане развития потенциала России как лидера международного образования. Есть, есть определенная, так сказать, установка. Пытаются стимулировать, допустим, обучение студентов иностранных в нашей стране. Но что-то количество их не растет. Да, в основном это выходцы из очень, так сказать, очень слабо развитых стран. И привлекает их, конечно, дешевизна или плохие отношения с Западом. Как только страна начинает жить лучше, эти отношения исправляются. Студенты из этой страны исчезают у нас. Вот, но на самом деле, на самом деле, все-таки пытаются стимулировать вот такую конкурентоспособность. Но понимаете, вот что, что на самом деле, ведь мы знаем азбуку рынка. Что привлекает потребителя? Какая-то изюминка. Что-то такое, чего нету другого. Ну, соотношение цена-качество. Соотношение цена-качество плюс какой-то вот фирменные, фирменные какие-то вот, фирменная изюминка. И либо, там, скажем, если это автомобиль, то какой-то дизайн, там, фирменный стиль, еще там что-то. Лишняя подушка безопасности. Если это образование, понимаете, если мы копируем систему, которая эффективно работает в других странах, которые уже раскручены в этом плане, мы никогда не займем эту нишу. Мы всегда будем идти где-то там вот подбирать то, что осталось. Я с вами согласен. Такая великая глупость уничтожить советское образование. Система была выстроена просто идеально. Конечно, оно должно было меняться, безусловно. Меняться в том смысле, что, ну, не нужно столько инженеров, не нужно столько образованных людей. Но ведь сердцевину-то надо было оставлять. На счет образованных людей тут я с вами поспорю, потому что образование, и высшее образование в том числе, оно же имеет не только чисто функциональное назначение, но еще и социальное, понимаете? Ну, нет образованных людей, да, их единицы. И, может быть, неправильно не выразился, просто ведь, извините меня, быдлом легче управлять. Ну, это во-первых. А во-вторых, ну, представляете, какая среда, да? И даже человек, который каким-то образом выделяется интеллектом, культурой, он становится белой вороной. Ну, что ему делать? Уезжать из страны или на него будут смотреть, как на какого-то изгоя? Ну, и планка, вот, скажем, в классах падает уровень школьников, да, они уже не тянутся. И даже те, которые способны, они тоже перестают. Ну, а почему я и так не хуже? Ну, потому что ориентируются на отстающих. Конечно, да, да. Вот он, вам, механизм отрицательного отбора. Один из его элементов. Я с вами согласен, но ведь этот механизм, еще раз, он же приводит к тому, что смены нет. Смены нет. Вышли вы на пенсию, как часть элиты. Да. Но ведь вам же должна быть гарантирована счастливая и здоровая пенсия. Да, золотой парашют. Золотой парашют. А если у вас нет смены, то кто вам это гарантирует? Ну, я думаю, что... Вот я почему задаю этот вопрос, потому что у меня лично задается впечатление, что, ну, элита, она, скажем так, как может долго и счастливо жить, когда выполняет, скажем так, два условия. Первое — это живи, дай жить другим. И второе условие, ну, способность думать хотя бы на шаг вперед. И у меня складывается такое неприятное впечатление, что ни первое, ни второе условие у нас почему-то не выполняется. Да, у меня тоже есть такое подозрение. И, ну, я просто думаю, что, во-первых, они об этом не думают. Во-первых, все это когда-то будет, это будет когда-то, да. То ли будет, то ли не будет. Вот. А во-вторых, ну, я думаю, что они не всегда способны оценить и степень угрозы. Я имею в виду бюрократию там, скажем, второго эшелона, потому что я считаю, что президент и многие министры у нас — это люди действительно профессиональные и серьезные. Но на кого они опираются? Вот вы знаете, как только... Но ведь они же сами создавали эту систему. Ну, систему создавали не только они, система создается уже больше 20 лет, и вот эту вот инерцию довольно трудно было переломить. До конца это так и не удалось пока сделать. Да и людей неоткуда набирать зачастую. Вот в этом-то и проблема. Андрей Ильич, вот очень часто используется термин, я не знаю, насколько он справедливый или, скажем так, научный, национальная элита. Вот что... Есть такой термин, есть такое определение, что в это вкладывается, если оно есть? Да, такое понятие существует. И, значит, с одной стороны, это элита того или иного народа, конечно, да, скажем, национальная элита, там, французская, итальянская. Вот, с другой стороны, это элита, которая идентифицирует себя с этим народом и с его интересами. Дело в том, что в конце, во второй половине 20 века, в результате происходящих процессов глобализации, которые усиливают возможности миграции, возник такой специфический феномен бегства элит, когда элиты перестают себя идентифицировать с тем населением, которым они, грубо говоря, управляют, с тем народом, из которого они вышли. И вот, собственно говоря, это и есть одна из основных проблем современной России, с чем президент, ну, не только президент, конечно, он опирается при этом на здоровые силы в политической элите, они есть, вот, он пытается бороться. Я имею в виду известные законы, которые не разрешают высокопоставленным чиновникам иметь собственность, счета там зарубежные и так далее. Но ведь 20 лет это было, и в этом режиме страна функционировала достаточно долго, и уже очень много сделано именно теми людьми, которые, ну, я не уверен, что они себя до конца идентифицируют с национальными интересами страны. Ну, если посмотреть, скажем, вот по стране, по нашей, у нас же ведь много, как раньше назывались автономные республики, сейчас национальные республики, как называется? Республики в составе Российской Федерации. О, правильно, республики в составе Российской Федерации. Да, что такое Российская Федерация, вопрос отдельный. А там кто-нибудь есть, кто бы олицетворял с собой, на ваш взгляд, национальную элиту? Ну, безусловно, есть, но здесь надо развести две вещи. Значит, собственно, национальная элита и элита этнократическая. Вот этнократические элиты мы видим. Значит, что касается национально мыслящих людей, я имею в виду в широком плане, которые не отделяют себя от России и не отделяют свой народ от России. А, я понял, этнократическая. Да, вот такие люди тоже есть, и мы знаем, что борьба такая идет. Вот убивают, например, высокопоставленных служителей ислама. Почему их убивают? Значит, это люди, которые все-таки мыслят масштабами большого государства, и в этом смысле они национальны. А кто убивает? Ну, мы, в общем, можем догадаться, кто является заказчиками и исполнителями этих актов преступных. В Саудовской Аравии? Отчасти? Ну, я не могу в эфир выдать, так сказать, такое прямое обвинение, но мы хорошо знаем, что монархии Персидского залива, они, значит, они субсидируют, конечно, те силы, которые выступают за подрыв российской государственности. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Добрый день, Степан Геннадий. Здрасте, Ольга Павловна. Андрей Леонидович. Здрасте, здрасте. Добрый день. Не провоцируйте гостя. Он человек зависимый и государственный. Это вы можете себе позволить, и я, болтать все что угодно. У нас пролокационных вопросов. Что касается элит, элиты, расписанных в 1670 году. Майером. Пьеса называется «Мещанин во дворянстве». Мерки с того времени не изменились. Вороны с павленей в перьях, коровы под седлом, слепых, одноглазый царь – это все про нас. Что касается национальных элит, Степан, вы, видимо, не помните, а ваш гость должен помнить, что во всех наших высших учебных заведениях были так называемые национальные места. Коты, да. Да. Нет, ну, такого слова тогда раньше не было. Национальные места – это мог прийти любой, у которого в паспорте было написано «Я такой-то». И человек отсиживал или где-то еще пребывал весь вузовский цикл. Он получал диплом и становился национальной элитой. Что он знает, сами понимаете. Вот я просто… У меня второе образование шло с 87-го года врачебное, а музыкальное у меня шло с 75-го. Что тогда, что тогда ничего не изменилось. Абсолютно. Это были веселые люди. Они редко появлялись, если появлялись вообще. А когда мне в 93-м году сунули оформлять дипломы, мне почему-то доверяли такой тяжелый процесс. Это распихивались зачетки, там всякие бумажки по конвертикам. Я обнаружила, курс у нас небольшой был, обнаруживаю, ну, наверное, человек с 60, людей, которых даже не слышала никогда. Начала бить копытом, проявлять свой строптивый свирепый нрав. Мне объяснили, если ты не отстанешь, нас уволят. Я говорю, подождите, подождите. Я говорю, а как же он может подпоминать, вот он уедет в свою республику. Мне сказали, ты говоришь, девочка большая, но слабоумная. Он никогда не поет в свою республику. Он будет сидеть в Министерстве здравоохранения. И тебе, Лев Столич, будет прислать инструкции, как лечить людей. Я говорю, слушай, но его же не было. Говорит, слушай, ты наивное дитя. Говорит, ты ковыряй свои бумажки и пиши дипломы. Нет, мы об этом говорили, об отрицательном отборе. Нет, оно не отрицательный отбор. А что это еще, если не отрицательный отбор? Нет, оно не отрицательное. Почему это? Отбор по взаимной привязанности. Люди приятные, люди родственники, люди связанные еще какими-то узами. Это не отрицательный отбор. Это близко родственные, я так скажу. Нет, если вы задумаетесь, это отрицательный отбор. Потому что близко родственные отборы в государственной службе, он обычно приводит письма, на мой взгляд, плачевным результатом. Так вот, все-таки пытаюсь, не хочу вас провоцировать, как она сказала. Я, конечно, не провоцирую ни в коем случае. Вот очень часто, вот даже сейчас задали вопрос, и он меня тоже интересовал в свое время. Вот если взять Китай и Россию, скажем, возьмем 87-й год, ну, середину 80-х, и сравним. Ах, должны прорваться на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Андрей Леонидович Андреев, доктор философских наук, завкафер истории и философии в ГИК. Рассуждаем мы об элитах. Возвращаясь к самому вопросу, возьмем Китай и Россию в середине 80-х годов. И посмотрим на Китай и Россию сейчас. Небо и земля. Прямо, прямая противоположность тому, если их сравнить, что было в середине 80-х. И вот люди часто задаются вопросы, а, собственно, почему так произошло? Была ли и есть ли какая-либо, на ваш взгляд, принципиальная разница между поведенческими характеристиками, скажем, российской элиты и китайской? Тогда и сейчас. Ну, конечно, есть разница. Хотя я не склонен идеализировать Китай, все-таки это бедная страна. Значит, можно, конечно, смотреть на Пекин, можно смотреть на небоскребы Шанхая. Но если попадаешь в китайскую глубинку, там, конечно, ситуация другая. Но, безусловно, Китай — это растущая экономическая сила и политическая сила. И здесь есть ключевой момент, ключевые различия. Ну, во-первых, вот мы с вами говорили про национальную элиту. Китайская элита — это национальная элита. Значит, китайская элита — национальная элита, и это позволяет ей, в частности, опираться и на широко разветвленные китайские диаспоры. Китайские диаспоры идентифицируют себя с Китаем. И, конечно, не на 100%. Безусловно, они живут, так сказать, в других странах, они должны с этим считаться. Но, тем не менее, где-то в глубине они, так сказать, готовы услышать призыв. Но этот призыв ведь всегда можно услышать тогда, когда ты уважаешь страну и уважаешь тех, кто ею управляет. Значит, второй момент. Это жесткая ротация. Конечно, тоже китайскую элиту не надо идеализировать. Мы знаем прекрасно, что несколько тысяч чиновников каждый год расстреливают. И коррупция в Китае не уменьшается, да. Но расстреливают. И не бывает такого. Я не призываю никого расстреливать. Но давайте, если человек допустил, так сказать, выпиющие такие вещи, когда разбазаривается имущество, которое, так сказать, народ, вообще, так сказать, народ направляет на развитие обороны, на развитие армии, да. Вместо этого строятся какие-то, так сказать, места отдыха для первого лица и для его приближенных. Значит, я не призываю к крови. Но давайте все-таки мы вот эти неправильно нажитые миллионы, мы все-таки вернем их. Вот. Пускай те, кто виноват, я даже не за то, чтобы их сажали. Пускай человек работает на скромной должности. Возьмите эту 13-комнатную квартиру в Молочном переулке, передайте ее там вдове героя Советского Союза, погибшего при исполнении служебных обязанностей. А эта дама, ну, пускай поработает, у нее есть какое-то образование. Ну, дама-то она же мелочь, а Сердюков... Ну, или этого никак не случится в принципе? Я не знаю. Но, конечно, люди об этом говорят в открытую. Это безусловно. И не только насчет него. Ну, и есть ротация, да. Значит, там, так сказать, система поколений. В нужный момент, значит, одно поколение уступает другому. Вот такая смена недавно... Они его воспитывают и обеспечат себе безбедную старость. Да, недавно произошла, да. Смена поколений произошла. Конечно, и Дзяндзимин, и его преемник. Они, в общем, я думаю, государство их обеспечивает достаточно хорошо. Но все, ключевые позиции уже у других. И вот это, конечно, безусловно, влияет. И на поведение более широких масс, вернее, более широких слоев управленческого аппарата и на позицию страны в целом. Кроме того, китайцы всячески поощряют интеллект. Причем интеллект научный. Конечно, важную роль играет и способности к бизнесу. В современной экономике без этого нельзя. Но, значит, если есть способности к бизнесу, а нет других способностей, значит, мы будем торговать помидорами, луком, там, картошкой, чем-то еще, нефтью. Вот, китайцы очень в последнее время взялись за материальное обеспечение профессуры и научных работников. Они получают очень хорошие квартиры, фактически за бесценок. Это, так сказать, там какие-то пентхаузы в охраняемых, так сказать, городках. Но они признали, они просто признали эту проблему. Да, они признали эту проблему. Вот, и они сейчас это усиленно, усиленно развивают. Но, вы знаете, если я скажу, сколько официальная зарплата профессора в России, мне просто даже не хочется произносить это, вдруг услышат на Западе. Можно сказать, сколько официальная зарплата врача. Да. Или, например, младший персонал. Ведь не только профессуры, не только доценты. Очень важную роль в организации образования играет младший персонал. Но я вам скажу, пять тысяч рублей. У России четыре семьсот. Ну, вот, понимаете, я вот думаю, всерьез ли эта ставка была установлена, или не всерьез. Или, может быть, кто-то пошутил. Ну, это, возвращаясь к вопросу, это специально или по недуме делается так. Ну, на самом деле, вопрос серьезный. Вот, на ваш взгляд, вот у нашей элиты, у нашей страны вообще есть шанс выжить? Если она изменится. Если произойдет... Вообще говоря, я считаю, что то, что делает... Хорошо, давайте переформулируем. Теоретически, что нужно сделать? Ну, даже... Вот, если, скажем, у вас, представьте ситуацию, что у вас вся власть в стране. Что бы вы сделали? Ну, что гадать, что сделал бы я? Я, в общем, на самом деле вижу то, что делает президент. И, в общем, это шаги в правильном направлении. Я бы даже сказал, что это революционные шаги. Вот убейте, не вижу. Нет. Дело в том, что на самом деле происходит... Если, так сказать, те решения, которые были объявлены и приняты, вот, законы в последнем... Если они будут действительно последовательно притворяться в жизнь, потому что у нас в России еще бывает так, что закон приняли, но существует очень много исключений. Вот. Вот если эти законодательные акты будут применяться, значит, во-первых, мы видим что? Мы видим отстранение олигархов от политической власти. Потому что олигарх это человек, который... Но ведь их же заменили другими олигархами. Олигарх, по определению, это человек, который имеет собственность за границей. Вы мне назовите такого олигарха, у которого такой собственности нет. Вот. И, значит, поскольку им предоставляется возможность выбора, они выбирают, так сказать, вот свою позицию олигарха, но они вытесняются из политической сферы. Я считаю, что этот процесс должен быть продолжен, и он должен касаться не только обладателей огромных там поместий на Лазурном берегу и так далее, но и более скромных людей. Но это, конечно, изменение состава экономически господствующего класса и изменение механизма властных рычагов. Это, конечно, не революция, меняющая систему социально-экономических отношений, но бывает и во Франции. В 1830 году произошла революция, которая полуфеодальный режим бурбонов окончательно, так сказать, угробила и воцарилась финансовая буржуазия. Да, ну, так сказать, это был, конечно, никакой не социализм и не коммунизм, в этом смысле это была буржуазная революция, но изменился состав господствующего класса, а следовательно и методы решения тех проблем, которые стоят перед страной. Есть и другие тоже шаги, которые надо одобрить, но, безусловно, я считаю, значит, если, так сказать, я вижу уже, смотрю на часы, у нас пять минут осталось, значит, Россия идет по пути модернизации. Этот термин все время употребляется, он употребляется и, так сказать, в риторике властной элиты, но надо понимать, что модернизация, причем у народа есть воля к модернизации, но надо понимать, что это такое, это не просто слово какое-то, да, на самом деле люди стремятся к этому, причем существует определенное понимание того, какой должна быть эта модернизация. И здесь, к сожалению, мы наблюдаем то, что представление политической элиты расходится с представлением общества. Значит, политическая элита все время пытается переделать россиян по каким-то, так сказать, другим лекалам, тех обществ, которые кажутся им хорошими, благоустроенными. Нам не повезло с народом, да? Да, чтобы как в нормальной стране, а народ у нас не тот, а у народа очень простые представления. Ну, например, в экономике это модель НЭПа. Пускай крупные предприятия будут государственными, пускай государство их контролирует и отвечает за них. Средний и мелкий бизнес, пожалуйста, никто не хочет отбирать там рестораны, допустим, я не знаю, там мастерские по ремонту телевизоров и так далее. Пожалуйста, вот. Второе, это социальная справедливость. Это очень острая сейчас проблема, значит, нужно выравнивать шансы. Вы извините, когда молодой человек, получивший, так сказать, диплом какого-нибудь там бизнес магистров, бизнес администрейшн, да, он приезжает сюда. Вот, я не знаю, как он учился, может, он и хорошо учился. Вот ему там 27-28 лет, он уже вице-президент крупной компании. Как так может быть? Как так может быть? Не знаю, может быть, в каких-то случаях в отдельных это могут быть способные люди, но не в большинстве случаев. На это люди очень остро реагируют. Значит, нужно выстроить систему меритократическую, то есть выдвижение за заслуги. И надо отсекать вот наш вот этот вот непотизм и патернализм наш, когда вот хочется. А как? Должны быть выстроены определенные механизмы. Я не могу сейчас сказать, как это сделать, да, но мы знаем, что такие механизмы в ряде стран выстраиваются. Ну, во-первых, это большие налоги на наследство. Вот, 90 процентов, допустим, да. Но у нас же еще очень развито телефонное право. Да, телефонное право. Значит, и здесь тоже, я думаю, возможны различные законодательные шаги. Ну, потому что, понимаете, что получается? Вот этот молодой человек, он, так сказать, он получает золотой парашют и уходит. Смотрите, у меня на самом деле осталась всего минута, полторы минуты. Вопрос такой очень быстрый. Вот, скажем, что делать примерно многим, понятно. А вопрос следующий, а время-то у нас осталось это сделать? Это бог только знает. Не знаю. Не знаю. Потому что очень сильное внешнее давление. И, в принципе, возможны очень в этом отношении нехорошие сценарии. Если народ перестает себя идентифицировать с государством и государственной властью, он ее не защищает. Вот не хотелось бы, чтобы ситуация обернулась таким образом. А желающих поживиться тут за счет наших всяких ресурсов очень много. — Понятно. Ну, как обычно. Кто делает революцию, кто побеждает революцию, это разные люди обычно. — Конечно, конечно. — К сожалению. Ну что ж, если подвести итог, то как бы вы характеризовали сейчас ситуацию? Буквально надежда или беспросветное что-то? — Нет, я думаю, что все-таки не беспросветное. И я вот внимательно слушал выступление Владимира Владимировича, последнее, так сказать, его общение с народом. Я все-таки думаю, что есть политическая воля к изменениям, но хотелось бы, конечно, чтобы они проходили быстрее и более радикально, более последовательно. — Спасибо, Андрей Леонидович. У нас был в гостях Андрей Леонидович Андреев, доктор философских наук, прогрессивный Сапан Демура. Удачи! Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...